Продолжение следует... 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 И как в любой войне, ее тяготы несли на своих плечах мирные жители. Те, кто именовался в сводках, жителями временно оккупированных территорий. Тому, кто не прошел через это, трудно представить напряжение тех дней. А тому, кто прошел, трудно рассказать, что стоит за этими словами. Сделать невозможное, но остановить врага. Сплошной линии боевых действий осенью 41-го года не было. Немцы танковыми клинями рвались к Москве. От Советского информбюро. Вечернее сообщение от 12 октября 41-го года. На западном направлении фронта бои продолжаются с все нарастающей силой. Германское командование бросает в бой все новые части. Противнику, создав на некоторых участках фронта численное превосходство, удалось ценой огромных потерь в живой силе и вооружении на этих участках потеснить наши войска и вклиниться в расположение нашей обороны. Нужно было сделать все возможное. А если нужно, совершить и невозможное. Но не пустить врага к Москве. Жители города шли копать мерзлую землю, рыть траншеи, создавать оборонительные укрепления. Таких людей были тысячи. Им помогали даже дети. Таскали мешочки с песком. Москва в опасности. Это понимали все. В отряды народного ополчения записывались добровольцы. Только в октябре Москва выставила навстречу врагу дополнительно около 70 тысяч воинов. В конце ноября 1941 года Гитлер заявил, война в целом выиграна. То, что еще оказывает сопротивление в России, исходит не от людей, а от природных условий, то есть от погоды и проходимости дорог. У Красной Армии нет не только материального обеспечения для ведения войны, но и подготовленных войск. Однако именно в эти дни советское командование готовило контрнаступление под Москвой. Нужно было выстоять еще немного, задержать противника, чтобы дать возможность сосредоточить силы для ответного удара по германским войскам. Это была битва не на жизнь, а на смерть. Или мы, или они. Командованием было принято решение создать диверсионные отряды, которые будут действовать в тылу противника, захватившего огромные территории. Людских резервов уже почти не осталось. Набор в отряды было решено проводить из вчерашних школьников. Эвакуировано было 2 миллиона 600 тысяч людей из Москвы. Оставалось в Москве жить очень мало людей. У нас в двух больших домах жило всего две семьи. Взрослые населения, которые могли держать оружие, ушли на фронт. Остались старики и молодежь. Некого было уже набирать, а защищать Москву нужно было. Одним из специальных военных формирований, созданных в это время, стала войсковая часть 9903. Ее командный состав был укомплектован офицерами из числа слушателей военной академии имени Фрунзе. Личный состав набирался из добровольцев. Им предстояло стать разведчиками-диверсантами, выполнять особые задания командования. Совершать челночные рейды в тыл противника. Вот одно из заданий. Задача считается выполненной, если А. Уничтожено 5-7 автомашин и мотоциклов. Б. Уничтожено 2-3 моста. В. Сожжено 1-2 склада с горючими боеприпасами. Г. Уничтожено 15-20 солдат и офицеров противника. Комиссар воинской части 9903. Дронов. Все понимали, что положение под Москвой критическое. Угроза эта была вполне реальной. При отборе в воинскую часть 9903 предпочтение отдавалось спортсменам. Сильным, юрким, выносливым. Тем, кого называли людьми с повышенной проходимостью. Разведчики отправлялись в тыл немцев, имея за плечами лишь несколько дней интенсивной подготовки. Готовили нас в 6 часов подъем. До 7 умыться и поесть. Всем начинались занятия. Хождение по компасу, без компаса. Указанное направление брать. Как прикажут. Стрельба с наводкой, без наводки, с кармана. И такое было. Личное оружие изучали досконально. Будущих разведчиков инструктировали. Если во время задания попадетесь в руки немцев, притворяйтесь местными подростками. Говорите, что заблудились. Пускайте слезу. Это было правило номер один. Правило номер два гласило. Никогда не выдавать своих товарищей. Даже под угрозой смерти. По ночам трещали деревья. Мороз доходил до минус 25. Заходить в населенные пункты категорически запрещалось. При организации привала в группе действовали, как и учили на инструктаже. Выбирали место под хвойными деревьями. В снегу вытаптывали углубление. Устилали его ветками. Лучше всего еловым лапником. Заворачивались в плащ-палатку и пытались заснуть. Часа через два обычно просыпались. И какое-то время грелись, приплясывая и махая руками. Потом снова ложились. Но уснуть уже не удавалось. Костра разжигать нельзя было. Мы только один раз. И то такой... Вместо дров были сосновые иголки сухие. Вот это... Можете представить, что это за костер был. Но все-таки в кружке сосульки растапливали. Недоедание, физические нагрузки. Ну и потом, если не было возможности перекинуть группу на самолете, она переходила через линию фронта. Но это, извините, килограмм 30 у каждого. И вот этих вот девчушек маленьких, 18-19-летних. Такой груз 25-30 килограммов. То есть здесь нужны были физические, сильные, крепкие люди. И молодежь, конечно, соответствовал этому. Даже 30-летний, он уже не способен, может быть, вынести такие лишения, как 18-20-летний. Организм молодой. 18 лет Зои Космодемьянской исполнилось в сентябре 41-го года. Вскоре после этого она стала часто уходить из дома по делам. Что за дела у нее появились, Зоя никому не рассказывала. Даже своей матери. Она не могла пока сказать о том, что в эти дни решалась ее судьба. Решалась судьба и сотен других молодых людей, которые приходили в Колпачный переулок, к зданию обкома Комсомола. Они шли, чтобы пройти собеседование и записаться в отряд разведчиков. У Зои были причины волноваться, возьмут ли ее в отряд. В роду Космодемьянских были священники, которые служили в храмах Тамбовской губернии. Дед Зои, Петр Иванович Космодемьянский, был настоятелем Знаменской церкви села Осиново и Гаи. Зои казалось, что с ее происхождением шансов попасть в отряд немного. Грозные дни. Когда враг подступал к Москве, в Колпачном переулке у здания Московского комитета комсомола день и ночь толпились тысячи комсомольцев. Они хотели только одного – защищать Москву. Александр Николаевич Шелепин, председатель КГБ СССР в 1958-61 годах. Участник Советско-финской войны, комиссар эскадрона. В октябре 1941 года создал Центральную разведывательно-диверсионную школу при ЦКВ ЛКСМ. Шелепин проводил собеседование с добровольцами. Какой язык знаешь? Немецкий. С вышки прыгать не боишься? Не боюсь. А с парашютом? И с парашютом тоже. В цель стреляла? Да. Сила воли есть? И сила воли есть. И нервы у меня крепкие. Ты должна ясно представлять себе, на что идешь. Артур Карлович Спрогис. Специальный уполномоченный Государственного комитета обороны на Западном фронте по диверсионной работе. С августа 1941 года по июль 1942 года. Командир воинской части 9903. Именно за ним, за майором Артуром Спрогисом, было окончательное слово. Принять или нет? Зои Космодемьянской Спрогис отказал. Мотивировал так. Разведчица пойдет в тыл врага. Ей нельзя быть хрупкой и красивой. Когда члены комиссии закончили работу поздно ночью, увидели, что Зоя сидит в приемной возле кабинета. Ждет. Настойчивая. Надо принять. После отбора юноши и девушки были направлены в расположение воинской части 9903. Они стали курсантами разведшколы. Был какой-то символ в том, что база воинской части 9903 находилась в здании, в котором раньше размещался детский сад. А теперь дети здесь учились воевать. По понятиям военного времени, дети. Их готовили всего несколько дней, чтобы сразу отправить на задание. Алексей Кухаренко, Константин Жировицкий, Дмитрий Дмитриев, Григорий Васильков, 18-летние, недавние школьники. Командиру одной из групп Михаилу Соколову было 34. И его называли дядей Мишей. Девушки были чуть постарше парней. Зои Космодемьянской, 18, Нине Латушкиной, 19, Саше Филиной, 20, Вере Волошиной, 22, Клаве Милорадовой, 21. Боекомплект, смотрев, какое задание идем. Термитные шарики. Это основное. То, чем поджигали термитные спички, мины с собой. Мины разные были. И шоссейные, и пехотные, и пятиконтактные. Все пришлось перепробовать часовым механизмом. Ели мы сухарики, воблу давали копченую нам. Маленький кусочек и есть не хочется. Тот же Клубков, помню тогда. Проглотил, говорит, и не почувствовал. Зоя свою половинку пополам переломил, и отдала ему половинку. К 28 ноября от посланных групп разведчиков в районе Петрищево осталось только три человека. Часть группы погибла, наткнувшись на засаду. Еще несколько человек были вынуждены прервать задание. Борис Крайнов принял решение остаться в тылу противника и попытаться выполнить задачу. Вместе с ним остались Василий Клубков и Зоя Космодемьянская. Крайнов Борис Сергеевич, 19 лет, родился в Ярославле. Работал учителем физкультуры в Ярославской школе номер 54. Отличный спортсмен. 14 октября 1941 года прибыл в распоряжение воинской части 9903. Назначен командиром одной из разведывательных групп, которые были направлены в район Петрищево. Там был штаб. А если штаб, то обязательно это радиоцентр. Не думайте о том, что это свободно, где-то под вывеской находился это радиоцентр. Нет, это все было закамуфлировано и скрыто. Та же, как же действовали и мы. Мы тоже прятали свои источники получения информации. Приказ, отданный Крайновым, гласил. Космодемьянской поджечь дома в южной части Петрищева, Клубкову в северной. Сам командир отвечал за центр. Он выполнил задание и вернулся в лес, чтобы дождаться своих бойцов. Через некоторое время с той стороны деревни, куда ушла Зоя, показалось пламя. С той стороны, где был Василий, оставалось так же темно. Крайнов ждал около 10 часов. Ни Космодемьянская, ни Клубков не вернулись. О том, что произошло в Петрищево той ночью, Борис Крайнов узнал только через несколько месяцев. Клубков Василий. Год рождения 1923-й. Место рождения – Рязанская область. Образование 7 классов. Беспартийный. До призыва в армию работал сортировщиком в одном из почтовых отделений Москвы. В отряде с октября 1941 года. Уголовное дело номер Н-16-440. Начато 1 марта 1942 года. Окончено 19 марта 1942 года. Мы впервые можем показать Вам строки из этого документа. Долгие годы на нем лежал гриф секретности. Подойдя к дому, я разбил бутылку керосиновой смеси и бросил ее, но она не загорелась. В то время я увидел невдалеке от себя двух немецких часовых и решил убежать в лес. На меня навалились два немецких солдата, отобрали наган с патронами, две сумки с бутылками керосиновой смеси и сумку с продзапасами, среди которых был литр водки. Часа в 3-4 утра эти солдаты привели меня в штаб немецкой части, расположенной в деревне Петрищево. Почему Вы не оказывали сопротивление немцам? Меня схватили внезапно, я не успел. Какие показания Вы дали немецкому офицеру? Как только меня сдали немецкому офицеру, он направил на меня револьвер и потребовал, чтобы я выдал, кто вместе со мной прибыл поджигать деревню. Я рассказал, что нас трое, Крайнов, Космодемьянская и я. Офицер быстро отдал приказания на немецком языке присутствующим там солдатам, они быстро вышли из дома и через какое-то время привели Зою. Задержали ли они Крайнова, не знаю. Зоя выполнила задание и направлялась к лесу. Ее заметил деревенский староста Свиридов, которого немцы выставили в оцепление, и указал на нее немецким солдатам, за что потом получил награду – бутылку водки. Когда Зою схватили, диверсионных улик при ней уже не было. Задержали ее далеко от подожженных домов. Была уверена, что отпустят. Но ее повели в немецкий штаб. Что спрашивал офицеру Космодемьянской? Какие она давала показания? Он спрашивал, как она поджигала деревню. Космодемьянская отвечала, что деревню она не поджигала. После этого офицер стал избивать ее и требовать показаний, но она дать таковые категорически отказалась. К вам офицер обращался за помощью в получении показаний от Космодемьянской? Да, офицер спросил меня, она ли это и что мне известно о ней. Я сказал, что это действительно Космодемьянская Зоя, которая вместе со мной прибыла в деревню для выполнения диверсионного задания, и что она подожгла южную окраину деревни. Космодемьянская после этого на вопросы офицера не отвечала. Видя, что она молчит, несколько офицеров раздели ее до гола и в течение двух-трех часов избивали ее резиновыми палками, добиваясь показаний. Космодемьянская сказала, убейте меня, я вам ничего не скажу. Потом ее увели, и после этого я ее больше не видел. Вас разве не учили в разведшколе, что в случае, когда вы попадаете к немцам, не должны выдавать участников группы? Учили. Почему же вы выдали Космодемьянскую? Офицер угрожал мне пистолетом, и я боялся, что меня расстреляют. Из постановления на арест. Клубков В.А. в составе бойцов был направлен в тыл немецких войск со специальным заданием. Задание Клубков не выполнил. При встрече с немцами, не оказав сопротивления с оружием, сдался в плен. Находясь в плену, выдал немцам бойца группы Космодемьянскую Зою, которая немцами была зверски казнена. После этого Клубков был завербован немецкой разведкой и 28 января 1942 года переброшен в расположение частей Красной Армии для шпионской работы. Заподозрил Клубкова его бывший командир Борис Крайнов. Крайнова насторожило, что Клубков при первой встрече с ним не поинтересовался судьбой Зои Космодемьянской. Хотя утверждал, что после выполнения задания в Петрищево больше ее не видел. К Клубкову долго присматривались, а потом арестовали. На первом же допросе он признался в предательстве. Из протокола судебного заседания. Подсудимый в последнем слове сказал, я признаю себя виновным в предательстве Зои Космодемьянской и в измене своей родине. Свою вину я осознал и прошу суд сохранить мне жизнь. В 15.50 суд удалился на совещание. В 16.00 председательствующий огласил приговор. Василий Клубков был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение 16 апреля 1942 года. Тогда мы не знали, что он трус, что он предаст нас. Да у меня до сих пор в голове не укладывается, как можно было так струсить, чтобы начать выдавать. Девятый класс 201-й московской школы, в которой училась Зоя. Вчерашней школьнице Зои не от кого было ждать подсказок в тот холодный день. Иногда человек вынужден сам принимать решение. От одного решения зависит многое, от другого, кажется, не зависит ничего. Но однажды необходимо принять решение, от которого зависит главный поступок в жизни. А потом этот поступок назовут подвигом или предательством. Диверсанты шли потихонечку. через лес, пробирались через линию фронта, незаметно. Они такие хорошие люди, что никогда не отдают врагам свою тайну. Они готовы, чтобы их убили, но они все равно не скажут тайну России. Что Зоя совершила? В чем заключается ее подвиг? С военной точки зрения, она не сделала ничего героического, выдающимся. Она старалась выполнить приказ, как это делали сотни ее ровесников в подмосковных лесах. Но дело в том, что в самую трудную минуту в своей жизни она совершила поступок. Она не предала, хотя ее предали. Понимаете? Понимаю. Тех, кого не забывают, они живут. Мамуська, а что такое герои? Я знаю, но только не совсем. Герой? Герой? Герой – это тот, кто всегда смел, кто не боится даже умереть, чтобы сделать других счастливыми. Понимаешь? Чтобы сделать других счастливыми. Понимаю. Зоя скрыла от них даже свое имя. Назвалась именем Татьяны Саламахи, героиней гражданской войны. После допроса ее под конвоем привели в избу Василия Кулика. Она шла раздетая, ступая по снегу босыми ногами. Руки были связаны веревкой. Губы почернели и вздулись. Она попросила пить. Василий Кулик подошел было к ведру с водой, но часовой опередил его и поднес к лицу Зои горящую керосиновую лампу. О случившемся в Петрищево люди узнали через несколько месяцев из очерка военкора «Правды» Петра Лидова Таня. Как это все произошло? Как Лидов, так сказать, выражаясь жаргоном журналистским, вышел на эту тему? Он просто услышал рассказ старика, находясь в деревне Пушкино, ночуя в избе, вместе с другими корреспондентами военными, он услышал рассказ о казни этой девушки, которую вот ее, значит, вешали, а она в это время говорила речь, как он говорил. Ее вешали, а она говорила. Ее вешали, а она говорила. Это у него произвело очень сильное впечатление. И он там об этом вот рассказал. А Лидов, как журналист, он просто вздрогнул, и он помчался туда, в Петрищево. Материал, опубликованный в «Правде» и фотография Сергея Струнникова, сколыхнули всю страну. С этого момента у советских солдат появился особый интерес к 197-й пехотной дивизии вермахта. Особенно к 332-му полку, которым командовал подполковник Рюдерер. Советская разведка старалась отслеживать, на каком участке фронта находилась эта дивизия. Такой известен факт, что когда стал известен номер вот этого полка, который свирепствовал над Зоей Космодемианской, впервые в истории вооруженных сил Сталин отдал приказ, что офицеров и командиров этого полка, которые попадут в плен, в плен не брать, только расстреливать. Из заметки военкора майора Долина в газете «Вперед на врага». 3 октября 1943 года. Несколько месяцев назад 332-й пехотный полк, солдаты и офицеры которого зверски замучили Зою, был отмечен на нашем фронте. Узнав, что перед нами стоит полк палача Рюдерера, бойцы поклялись не оставлять в живых ни одного из бояк этого проклятого полка. В боях под селом Вердена немецкий полк палачей нашей Зои был окончательно разгромлен. Когда у пленного унтер-офицера полка спросили, что он знает о казни юной партизанки, «Тот, дрожа от страха, лепетал, это не я, это Рюдеререр». Был убит в бою и фотограф-любитель, который снимал казнь Зои. В его полевой сумке были найдены 5 фотографий. Уже через много лет нашелся еще один. Шестой снимок казни Зои. Его прислал в музей Петрищева воронежский юрист Игорь Дубинкин. На этом снимке единственным из всех известных нам можно с точностью определить место казни. Вот по этим двум домам, которые видны на фотографии. Именно в этом месте, где сейчас стоит обелиск, была совершена казнь. И вот когда ее увели, на висицу, у ней была на груди доска. Ну, фанерная такая. На фанерке было написано «Поджигатель домов». По-немецки и по-русски написано. Я от ней шел метров 8. От ней метров 8 шел. Когда ее подвели к висельнице. Вот подвели к висельнице. Они изготовили ящики из-за снарядов. Изготовили ящики из-за снарядов. По этим ящикам она зашла и стояла. У нас сарай были. Вот я по амбару, по углу влез и сверху все видел. Лицо благородное, культурное, порядочное такое лицо было. И главное, что она так себя вела. По-гировойски вела себя. Не плакала, ничего ей, ни слез, ничего ей не просила, ни прощения никакого. Только она сказала, вы меня сейчас повесите, за меня миллионы наших людей отомстят вам. Переводчик перевел, он ей дал подсчетину. Ну и потом, значит, он сошел с этого ящика. Нет, немец. А третий, я не помню сейчас, сколько там было. Ящик у нее из-под ног вырвали, и она повезла. Это была акция контрпропаганды в ответ на приказ Ставки о поджоге домов. Мол, посмотрите, как заботится советское командование о своих мирных жителях. Посредством диверсантов сжигает их дома, выгоняет на мороз. В тот же день в соседней деревне Головково немцами была повешена еще одна неизвестная девушка. Много лет спустя узнали ее имя. Ею оказалась разведчица воинской части 9903 Вера Волошина. Она перешла линию фронта в составе одной из групп вместе с Зоей Космедемьянской. Была ранена и после пыток казнена в один день с Зоей. Тела девушек немцы держали на виселице больше месяца. Когда ее повесили, я сейчас не помню, сколько времени прошло, но был Новый год. На Новый год ее раздели, джеки сняли, гимнастерку сняли и ее порезали. И вот она вместе свисела. Ну, вы знаете, немцы и с немцами, так что здесь жалко было все. А мы, у нас дом-то против виселицы. Я это все видел ежедневно. Туалет было выйти невозможно. Только при отступлении в январе 42-го года тела казненных советских разведчиц были преданы земле. Вы видите акт опознания неизвестной девушки, казненной в селе Петрищево. Граждане села Петрищево по предъявленным разведотделам штаба Западного фронта фотографиям опознали, что повешенной была комсомолка Космодемьянская Зоя Анатольевна. Комиссия произвела раскопку могилы. Осмотр трупа еще раз подтвердил, что повешенной является Космодемьянская Зоя Анатольевна. Пошли в лес, туда, где было первое захоронение Зои. Зоя уже выкопана была, лежала на сорванной со школы двери. Лицо спокойное, очень спокойное. Волосы у Зои волнистые, красивые были, снегом забиты, но это не главное. Ну, постесана грудь, но это у мертвой, потому что мертвое тело не кровоточит. А вот я обратила внимание на пальцы, на ногти. Здесь светло-оранжевая запекшаяся кровь. Ногтей-то не было. Вот беда. Да там нечего было и сверяться, она не она. Лицо живой, крепко спящей Зои. Такое спокойное, красивое. Некоторые люди, всматриваясь в фотографию, опубликованную в «Правде», находили сходство с кем-то из знакомых им девушек, ушедших в партизанские отряды и пропавших без вести. В частности, студентки Московского геолого-разведочного института, тогда же, вот в то же время, обратили внимание на то, что эта девушка необыкновенно похожа на Лилю Азолину, студентку этого института, которая тоже, как и Зоя Космодемьянская, ушла на фронт и пропала без вести. Мы обратились в институт судебно-медицинской экспертизы. Были отправлены фотографии, фотографии Зои Космодемьянской, фотографии Лили Азолиной, фотографии казненной девушки, девушки, сделанные Сергеем Струнниковым, потому что тогда он не знал, и он, и Лидов, не знали, кто она. Вот фотографии казненной девушки и фотографии, на которых была изображена казнь. Мы хотим поставить последнюю точку в этой истории. Вы видите заключение специалиста Всероссийского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которое доказывает, кто же был казнен 29 ноября 1941 года в селе Петрищево. Исследование проводилось с применением методов микроскопических, измерительных и сопоставления. Перечисленные признаки в своей совокупности достаточны для вывода о том, что на потаснимках трупа повешенной девушки запечатлена Зоя Космодемьянская. Итак, сегодня не может быть никаких сомнений. Девушкой, которая погибла при выполнении боевого задания в Петрищево, была 18-летняя москвичка Зоя Космодемьянская. Погибли героями многие из боевых товарищей Зои. Тамара Махинько разбилась при десантировании. Сестры Нина и Зоя Суворовы погибли в бою под Сухиничами. Маша Головатюкова. В ее руках разорвалась мина. Когда мы уходили, нам сказали, что мы обязательно погибнем. Мы знали еще в октябре 41-го. И все-таки мы шли, потому что надо было нашу землю защитить от врага. Предателя мнили во мне вы нашли. Их нет и не будет на русской земле. Не каждый отчизну с младенчества любит. И душу изменой свою не погубит. Кто русской по сердцу, тот бодро и смело и радостно гибнет за правое дело. Ни казни, ни смерти и я не боюсь. Не дрогнув, умру за родимую Русь. Снег чистый, чистейшая кровь погрела. Жизнь иногда складывается так, что надо взойти на костер. Надо взойти на костер. А вот внушают и внушали все последние годы, что этого не надо никогда, ни при каких обстоятельствах. Отсюда оправдание предательства, потому что своя шкура, она дороже всего. Отсюда оправдание малодушия. И отсюда взгляд на подвиг, на героизм, как на нечто вообще, я бы даже сказал, противоестественное. В период битвы за Москву воинская часть 9903 подготовила и направила в тыл противника около 50 боевых групп и отрядов. Всего за сентябрь 41-го февраль 42-го ими было совершено 89 проникновений в немецкий тыл. Уничтожено 3500 вражеских солдат и офицеров. 36 предателей, 13 цистерн с горючим, 14 танков. Из 3000 молодых людей, пришедших к зданию в Колпачном переулке, было отобрано 2000. Все они стали разведчиками воинской части 9903. Из них до победы не дожили 950 человек. Почти каждый второй. Но Зоя как-то осталась, знаете, как Жанна Дар, как святая, потому что он настолько, когда поместили газеты, вот эта девочка, когда ее видишь, и сейчас, просто слезы трудно сдержать. Ну, я бы так сказал, это исключительное мужество и исключительная верность долгу. Разведчица воинской части 9903 Зоя Космедемьянская стала первой женщиной, награжденной во время войны звездой героя Советского Союза Зоя Девочка Ставшая солдатом жестокой войны. Орленок, Орленок, взлети выше солнца и степи с высот огляди. Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один. Слова хорошие, Орленок, Орленок, мой верный товарищ, ты видишь, что я уцелел, лети на станицу, родимой расскажешь, как сына вели на расстрел. Хорошие слова, Орленок, Орленок, Орленок. 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 Орленок.